МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а зараз у эфира на Виновитебске и в области, вятаю вас. Сузведение микрорайона на улице Пауночной у Глыбоким завершится в 2015 году. Забудова нового жилого микрорайона ведется в районном центре с 2009 года. Тут уже отцветковали новоселья же хорошими типовых домов. В наступном году будут созданы эксплуатацию еще два 60-кваторные домы. Правильно с будовництвом жилья в ближайшие годы будут сузводиться и аптеки, магазины, детячие сады, школы. Далее. Интеллектуальное золото сегодня у Витебска узнагородили переможцев заключного этапа Республиканской Олимпиады по учебных предметах и наставникам, которые их подрыхтовали. По выниках 2013 года лепшими на Узровне Республики стали больше за 80 школьников Витебской области, а некоторые из них подтвердили это звание на международном Узровне. Складающими поспех у юных интеллектуалов подзекавилася Вольга Шмаргун. Розум, затекавленность, упартость. Вось складающая поспех у переможцев предметных олимпиад. Выпускник 1-й Половской гимназии Джеймс Аквух стал лепшим на международной олимпиаде по физике. И он литерально живех этой наукой. Сегодняшний студент БДУ выбрал специальность физика нано-материалов и нанотехнологий и в будущем бачит себя распроцовщиком инновационных проектов. А починалось все со звычайных уроков физики. В первую очередь это наука о мире. То есть наука о жизни затрагивает практически все области. И касается всех, я бы сказал. Самое главное это было на начальном этапе заинтересовать. То есть когда тебя заинтересовали и у тебя заложен этот интерес, то дальше уже в принципе можешь сам развиваться. Лаурой Перамухи Джеймс Паруну делится своим наставником. Владимир Иванович Лорейонов в выкладанию физики присвятил 44 годы своего життя. Выхлый у шестерых переможцев республиканской олимпиады. А Лена Межнародный узровень узнялся у першиню. И таки поиспех стал финальным аккордом яху карьеры. Ведущий все-таки в этом вопросе ученик, а не учитель. И поэтому мне было приятно вслед за Джеймсом штурмовать вершины. Одного за одним перамушцев и их наставников запрашают на сцену. Традиционно сяротлевших называют гимназии Полоцка, Новополоцка и Витебска. На слыху прозвище наставников Волкова Локтиной Морудько. Сярот сенешних переможцев не только учени престижных гимназий и лицеев, а представники невеликих сельских школ, например, с Глыботского, Аршанского и Витебского районов, усяго с 13 регионов Витебской области. Мясовые Ломоносовы по своим интеллекте имкнутся не соступать городским школьникам. С гордостью могу сказать, что 81 победитель предметной олимпиады. Порядка 40 еще человек – это дети, которые получили поощрительные грамоты за участие в олимпиадах. Сегодня 145 победителей международных олимпиад по дополнительному образованию. Сегодня в Витебской области есть система работы с одаренными талантливыми детьми. Эта система складывалась не один год. Педагоги, выполненные, работающие сегодня с талиновитыми и одаренными лучними, они работают на будущее нашей краины. Вольхаш Маргунс, Нейслав Дудзин, Новины, Витебск. Ну а в Лёжне сегодня открыли бюст Марка Шагала, который установили на территории Лёжненского военно-историчного музея, неподалеку от места, где находился дом родных знакомитых мастыка. Теперь камень с фундамента этого дома стал элементом скульптурной композиции Лёжна Малородима Шагалом. Тут он провел свое деятельство. Мясцовые края виды знайшли адлюстрывания у картинах ядомного майстра. А вспоминные про этот город есть в атопеографичной книге. А я же цел. До сегодняшнего дня помнеку, яке подкресливали сувясь Марка Шагала, Злёжненщины в районе не было. Урачистая церемония открытия бюста принял надзвучайный пунамоцный посол Державы Израиля в Республице Беларусь Иосиф Шагал. Есть повод поговорить о Беларуси. Есть повод поговорить об этой земле. Есть повод поговорить о людях, великих людях, которые прославляют эту страну. Вот это важно. Это важно. Пусть имя Шагала, оно сегодня становится чуть ли не брендом для Беларуси. Вы уже зарекомендовали себя как страна-поставщик великих художников. Вы уже зарекомендовали себя как страна-поставщик политических деятелей, выдающихся. Посмотрим, за кем в следующую очередь. За 9 месяцев года на Витебском отделении белорусской чугунки загинули 6 человек. У сего рухомым составом были травмированы 10 граждан. На счастье, в этом сумном списке внимания водного неполнолетнего вышли. Этащи травмированы 9 неполнолетних и один загинул. В большинстве случаев виноваты сами потерпели, потому что порушали элементарные правила поводин на объектах чугунки. Мы протягиваем Витебский государственный технологический университет. Зараз находятся во владе восенских мелодий. Студентного выкладчика на учебной установе закружил что-годний традиционный фестиваль «Золотая мелодия» в осени. Особное место в фестивальной программе отведено Дню спорту, калі команды факультету спаборничают за право называться самыми худкими, ловкими и дружными. Як факультета тримав, это звание селета, ведается Цяна Ивановская. Днем спорт у вечера сцена. Минавіта у таким режиме зараз живут студенты технологичного университета. Их это помеж занятками, які меж тым ніхто не обменял. Проставлять свой факультет у спартакиадзі справа не меньше отказно, чем на концертной пляццюцы. Тут так само шумно і весело, як і подобається молодь. Просто бегайте, развивайтесь, потихонечку починає поднимати настроення. Все починають кричать, це здорово. Ми готовились очень серйозно, целых полдня. Но на самом деле участие – це більше для сяде, для поднятия самооценки, щоб стружитися з нашим факультетом. В цьому году ми зайняли перше місто, надеюся, що в цьому году у нас получится тоже занять перше місто і вкусні тортики потім скушатися. Бягуть, скашуть, падають і навіть на лыжах по паркеті. І робіць гэта сама дана, не палухаюця ніяких травм. Десять эстафет повинны виявіць команда якого факультета – самая худкая, ловкая і метанакераванная. Це дуже престижно. В прошлом году подобні соревновання були, з таким жаншлангом приходили. Ну, економісты побіделі. Да, ми зайняли перше місто. Так що у нас хороші діти, і зараз ми будуть участвувати. І мастер спорту у нас є по легкій атлетіціці, так що здесь недавно виконю. Ну, в основному, конечно, хороша підготовка у них. Спортывними досягненнями може ганаритись не тільки економічний факультет, а увесь університет. Яго команда поспяхово выступає навіть на республіканськім узровні. Ми, якщо сравнить з другими вузами області, значительно їх опережаємо в програмі універсиады. Команда легкій атлетів наша вообще є одной із сильнейших в республіці. В частності, ми стали систематически обыгрывать даже команду легкій атлетів університет фізико-культури белорусського. Аднак вернемся до спартакіады. Барадьба за солодкіі призы і право называться лєпшій командой разгорнулася не на жарт. Гэта означали і члены журы. У їх ліку, випускніцца ВДТУ, член національній команды по легкій атлетіки, удельніцца чотирох олімпійських гульняв Ірина Хлюстова. Победа, ну, тож важна, но саме главне участься зарядзіться вот этой вот энергетикой. Чекання многих оправдаліся. І на селітній спартакіаді знов перамагла команда економічного факультета. Приємным сюрпризом стало і другое місце Мастацка технологічного факультета. Як показала спартакіада, творчість і спорт можуть судовно існаваць побач. Татьяна Івановська, Дмитрий Котов, Новини, Вітіпск. На Вітіпскі зоопарк до львіцы Маркуши доставили жениха. Кличуть його Куат, що означає сіла МУ4, на год старейший замолодую і приїхав, а докладній доляцієв до нас з Астаны. Ці сподобаються, льві адзін одному покажуть час, споткання ще не відбилося. Пакуль жених знаходзіцца у карантіні, зустріча двох діких кошак, отбудзіцца толькі прастрецы дзён. Такі царські подарунок зоопарку зрабів аматор, живеў з Вітіпска, дорогу льво платів другі спонсор, причім казахські. До того ж разом з гэтым женихом прибыли дзві молоді данільських крыланов. У ближайші місяць у зоопарку до сямейства живеў далучыцца і два лємуры. К нашій львіце приїхав жених, наконец-то, долгожданный жених, которого мы долго іскали, долго ждали. Ну, вот, наконец-то, мы дождались, и, наконец-то, он вчера рейсом Астана-Минску прибыл к нам из Казахстана. Дорога была, конечно, очень тяжёлая. Больше трёх суток, около четырёх лев был заперт в контейнере перевозочном. Таковы, к сожалению, правила не нашей стороне, а правила Казахстана. Лев за сутки должен был быть доставлен в пункт перевозки. Пока оформление документов, пока одно, второе. Ну, в общем, мы, конечно, не переживались, наволновались, но всё закончилось удачно. Ну, и ещё одна информация. Сміяться не грех обласное свято гумору пройдзе у гэта выходная уж умиляння. У им приймуть удзял больше за 300 маторских коллективов и индивидуальных выканавцев з усіх районов Витебщины. Я не поспаборничают у майстерствы породы, клоунады, гуморесок и инших хвящолых жанрах. У рамках свято пройдзе конкурс суперчучела, на яким кожный район в області представит свой эксклюзивный экспонат. Ну, на гэтэм мы пакулю всё. Зараз ведь он падзе Евргения Сачице разом з нами по успеховому справах. До встречи.